Прошедшая неделя была напряжена не только для Тутбай, но и для всего медиапространства страны. Утро 7 августа началось для нашего портала обысками и задержанием журналистов и редакторов, включая главного редактора Марину Золотову. Обыски и задержания происходили и в другом независимом масс-медии Белопан, а также в редакциях Риалбай, Наука и Культура. Следственный комитет пояснил, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение Белты о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке. Меня зовут Александра Богуславская, я эксперт в международном праве и политический обозреватель Тутбай. О том, почему обвинение Следственного комитета выглядит весьма неубедительно и что может означать дело Белта в новом выпуске «Простой политики». По словам директора информационного агентства Белта Ирины Акулович, задержанные лица не платили за новости Белты, а пользовались чужими паролями, из-за чего у подписчиков Белты начались проблемы с авторизацией. Поэтому руководство Белты и обратилось в милицию. И хотя государственные СМИ акцентировали внимание на ворсве контента, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 349 УК, в которой идет речь о несанкционированном доступе к компьютерной информации и нарушении системы безопасности. Этот состав относится к киберпреступлениям или в терминологии нашего УК «преступлениям против компьютерной безопасности». Вообще к таким преступлениям относятся взлом системы, изготовление вирусов для взлома или кражи данных для доступа к системе. Вот если бы журналисты создали хакерскую программу, чтобы первыми получать новости о количестве собранного зерна или рекордном удое молока, тогда обвинения были бы вполне обоснованными. Но в нашем случае, если информация подтвердится, журналисты просто использовали чужой пароль. Представьте, что ваш друг купил, допустим, подписку Netflix и оказался так добр, что поделился своим логином и паролем с вами. По логике наших следователей получается, что вы совершили уголовное преступление. Сначала может показаться, что причина этих событий просто некомпетентность наших органов, которые ошиблись в юридической квалификации действий журналистов. Даже создатель Тутбай Юризисер первоначально отказывался видеть политическую подоплеку в деле Белта. Но масштабы действий госорганов очевидно превышают возможный ущерб Белта. Поэтому ничем другим, кроме как атакой на независимые медиа, действия властей назвать нельзя. Белорусские власти с начала года пытаются восстановить контроль над информационным пространством. В январе власти заблокировали крупнейший оппозиционный ресурс «Хартия», а белорусский партизан был заблокирован еще в декабре 2017 года. В феврале Лукашенко сменил руководителей трех главных государственных СМИ. СБ «Беларусь сегодня», Белтери радиокомпания и СТВ. Следующим шагом стало принятие новой, довольно жесткой редакции закона о средствах массовой информации, которая требует обязательную идентификацию комментаторов на интернет-форумах, а сотрудники интернет-изданий, не прошедших регистрацию, не будут считаться журналистами. Закон также запретил распространение продукции иностранных СМИ в Беларуси без наличия разрешения, а редакции телеканалов должны будут обеспечивать не менее 30% телепередач белорусского производства в еженедельном объеме вещания. Генеральный прокурор сообщил, что обсуждается возможность введения ответственности, в том числе уголовной, за распространение фейка в интернете. А совсем недавно указом президента редакции государственных медиа обязали создавать материалы по заказам госорганов и распространять их через СМИ и в интернете. Конечно, это могло быть и раньше, но теперь государственный заказ в СМИ официально введен в правовое поле. А потом власти громят офисы и задерживают журналистов и редакторов самых популярных независимых медиа Беларуси. При всем уважении к редакциям культуры и науки, главными целями властей были Тутбай и Белопан, которые в последние годы показали значительный рост. По данным портала SimilarWeb, в июле портал Тутбай оказался в 46 раз популярнее Белты. Так что силовики уже давно точат зуб на независимые медиа, а зачистить информационное пространство перед ближайшими избирательными кампаниями, которые ждут нас в следующие годы, было бы весьма кстати. Дело Белта уже начали сравнивать с делом врачей, но самое уместное сравнение — это дело Белого Легиона в прошлом году. Тогда СМИ транслировали неопровержимое доказательство подготовки государственного переворота. Прослушка разговоров о перевороте, фотографии оружия. Но через полгода задержанные были выпущены на волю, а дело как будто растворилось в воздухе. Сегодняшнее уголовное дело также надумано, и Белта тут ни при чем. Киберпреступление относится к делам публичного обвинения, то есть к делам, которые возбуждаются по инициативе государства. Поэтому власть просто использовала удобный повод, чтобы надавить на независимые медиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова